Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах. И Попов Игорь, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра политика. Добрый вам вечер. Добрый вечер. Давайте начнем, наверное, с части политической все-таки. Не совсем однозначно, но тем не менее. Валерий Федорович Залужный, кроме обсуждения непосредственно того, как был этот год полномасштабной войны России против Украины, он назвал, скажем так, довольно военачальника, которого он уважает, господина Герасимова. Валерий Федорович Залужный уважает, по его же словам. Я просто, знаете, решил просмотреть, давал ли когда-нибудь господин Герасимов интервью. Их было, ну, немного. Были какие-то комментарии, были небольшие там вырезки, либо же цитаты, собранные буквально по крупинкам российскими журналистами. Но довольно такого откровенного разговора, а это человек серьезный, давайте так, исходя из его позиции, не было для российских журналистов. Игорь, вот хочется с вами начать такой больше политический, наверное, аспект, политтехнологический, наверное. Как вы считаете, почему главком украинский откровенно может поговорить с украинским журналистом в тяжелой ситуации, находясь, исходя из ситуации на фронте? Но почему-то подобной же открытости российские зрители, российские граждане дождаться от Герасимова не могут? В первую очередь, это как раз характеризует отличие украинского общества и российского. И в российском обществе цензуры, пропаганды гораздо больше, они к этому привыкли. Здесь же украинские граждане задают вопросы своей власти, привыкли получать от нее ответы. И поэтому, для сравнения, президент Зеленский каждый вечер отчитывается перед народом Украины, что он сделал за день, какие есть новости, какие планы. Российский президент выступает с трибуны раз в месяц, и потом кремленологи пытаются догадаться, что все это значит, куда двигается страна. То же самое касается и министров обороны, то же самое касается и руководителя генерального штаба. И поэтому залужному есть что сказать, он откровенен, он готов общаться, хотя мы понимаем, что человек занят ежедневно планированиями руководства непосредственно боевых операций. В России же боятся лишнего чего-то не сказать, поэтому лучше не говорить ничего, как бы чего не вышло. Теперь конкретно военная составляющая, если говорить о такой, по вашему мнению, Виктор Николаевич, что это значит для военнослужащих, когда главком вооруженными силами той или иной страны выходит и откровенно говорит о своем отношении к своему же войску, если так можно сказать, простите за грубость, но давайте так, о своем отношении к той войне, которая происходит. Да, не раскрывая все факты, но откровенно говоря, говоря, наверное, как человек. Вот что важно, наверное, в первую очередь. Виктор Николаевич, вам слово. Наверное, мы все-таки подошли к тому моменту, когда можем сказать, что мы демократическое общество, которое воюет с авторитарным государством. Вот и все. Все очень просто. Ничего такого сложного нет. Мы действительно не видели каких-то нормальных выступлений. У нас информации по тому же самому Герасиуму действительно очень мало. Но я немножко больше знаю, потому что он считается одним из тех, который и придумал эту вот такую теорию гибридной войны. Он один из ее продвиженцев. И это вот все, что можно про него сказать лично. А в нашем случае есть нормальные человеческие отношения, нормальные вещи, которые связаны с общением. Мы можем задать вопросы, можем поставить вопросы. Мы можем ждать на них ответы. И я надеюсь, что они будут даны. Ну, вот и вся разница. Мы давно говорили, что у нас единочалие, оно тоже своеобразное. Но не доходит до абсурда. Но, по крайней мере, если генерал появляется на позициях, то условный лейтенант может подойти и спокойно ему задать какие-то вопросы, попросить ответ на те или другие моменты. И ничего с этим лейтенантом в случае чрезвычайной ситуации не произойдет. И это все нормально воспринимают. А что происходит в российской армии, мы сами видим. Потерь. Также, что важно, Валерий Федорович в интервью Дмитрию Комарову говорил о том, что человеческая жизнь в России ничего не стоит. Это, говоря о потерях, собственно, такую фразу сказал Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины. Потери, которые российско-оккупационные войска несут в войне, развязанной ими же против Украины. Далее цитата. Просто посмотреть, что там остается на поле боя. Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую бы страну остановили. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифры потерь Российской Федерации намного, намного, намного больше. И это не останавливает. И вывод только один. Что, пожалуй, самое дешевое, что есть в этой стране, это человеческая жизнь. Это самое дешевое, что может быть. У нас же, наоборот, это самое дорогое. Сегодня в нашем эфире мы уже вспоминали Жуковскую операцию 44-го года под названием «Багратион», когда потери советских войск достигали 200 тысяч невозвратимыми, более 500 тысяч потерями так называемых трехсотых. Сейчас же потери российской армии достигают уже 200 тысяч за более чем год полномасштабной агрессии против Украины. Игорь, в контексте как раз вот потерь. Подобные потери, мало того, что, как мы понимаем, по военной грамоте получается один к трём. Один убитый, три раненых. Такие потери скрыть попросту невозможно. И российское общество, наверное, давно бы их заметило. И уже, давайте говорить, откровенно замечает. Но почему-то представители Кремля и представители Министерства обороны Российской Федерации, если мне память не изменяет, наверное, с ноября-октября 2022 года, возможно, я ошибаюсь с оценками, но тем не менее, не предоставляют какой-то вообще информации о потерях. Какой-то информации. Понятное дело, они говорят уже, что потерь нет. Но о масштабных потерях не говорят. Это ведь также всё-таки политическая, наверное, составляющая. И этот месседж, скорее всего, идёт из Кремля. Как вы считаете, Игорь? Во время войны ни одна из воюющих сторон не объявляет потери, потому что это является деморализующим фактором. И все стороны признают, да, россияне долго вообще не хотели говорить о любых потерях. И то, что их много в обществе уже видят, на это уже есть реакция. Но этой реакции явно недостаточно для того, чтобы начались масштабные народные протесты против ведения войны. А вот в сегодняшнем интервью, которое мы обсуждаем, действительно Валерий Залужный показал своё человеческое отношение к этим потерям, насколько горько и насколько больно смотреть даже ему, человеку, закалённому многое прошедшему, то, что в телефонной книге многие телефоны уже никогда не ответят. И действительно, это во многом отличает стиль ведения российской армии и украинской армии отношения к потерям, отношения к потерям личного состава. Хотелось бы добавить ещё информацию из того, что было сказано господину Залужным. Снижение ликвидации активности Черноморского флота России было и остаётся одной из целей ВСУ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью же наристу Дмитрию Комарову. Напомним, комментируя операцию по уничтожению ракетного крейсера «Москва». Давайте услышим. Крейсер «Москва» – это как огромные колонны, которые двигались в сторону Киевской области. Ни боязнь сопротивления, ни возможность представления того, что вторая армия мира, может быть, кем-то поражена или уничтожена, затянула эти колонны под Киев, которые мы сожгли. И также затянула эта ржавая корыта в непосредственную зону поражения. И мы должны были воспользоваться этим шансом. Виктор Николаевич, наверное, к вам будет вопрос. Есть определенные победы, о которых мы говорим, наши достижения на суше. Скорее всего, у нас будут подобные же успехи в ближайшее время и в плане авиации в небе. По крайней мере, нам наши партнеры это обещают. Что касается флота, что касается наших преимуществ, да, именно на море. Насколько это перспективная история и что для этого необходимо? Ну, на данном этапе у нас действительно очень большая проблема с кораблями. У нас нет того потенциала, который мы можем выставить в открытом море. И мы пошли тем путем, который нам позволяет прямо сейчас решить эту проблему. Это дроны, это дроны-беспилотники воздушные, это дроны-беспилотники морские, полупогружающиеся. Это возможность увеличения наших береговых возможностей, то есть поражения ракетных со стороны береговой охраны. То есть вот такие вот моменты, которые могут как бы поставить на место Черноморский флот. На самом деле Черноморское море и Черноморский флот Российской Федерации, он такой странный вообще субъект. Потому что пребывать в закрытом водоеме, а Черное море, закрытый водоем, Босфор и Дарданелла закрываются очень быстро Турцией, страной, которая входит в НАТО. И там чем-то грозить в закрытом водоеме, который простреливается любыми ракетами даже Средиземного моря. Это вообще какая-то очень дикая позиция и тактика. Поэтому они сейчас, столкнувшись с тем, что у нас есть возможности уже поражать объекты до 300 километров, они будут вынуждены убрать боеспособные корабли поближе к российскому берегу, то есть Новороссийск. И это как раз покажет, что мы не разрешим использовать эти корабли для блокирования нашего побережья и наших морских путей. И, наверное, после этого и закончится эта вся так называемая блокада. И станет вопрос о том, кто кого блокирует. Мы их или они нас. И также войны и той помощи, которая приходит Украине от союзников. Напомним нашим зрителям, что власти Великобритании официально подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом ранее заявил британский министр обороны Бану Уоллес в ходе заседания британского парламента. Напомню коротко нашим зрителям о Storm Shadow. Это высокоточные ракеты большого радиуса действия, которые могут наносить удары из конвенционального оружия. Министр обороны Великобритании Бану Уоллес добавил, что эти ракеты дополняют другое западное вооружение, которое есть в Украине. В частности, Уоллес вспомнил о «Хаймарс», «Гарпун», а также ракетах «Нептун» украинского производства. Уоллес добавил, что Storm Shadow позволит Украине защититься от целенаправленных российских атак на объекты критической инфраструктуры. Игорь, очень часто и мы в эфире «Фридом», и, собственно, об этом говорят и дипломаты высокого ранга, министры иностранных дел, президенты и премьер-министры. О том, что роль президента Украины Владимира Зеленского как раз в передаче «Украине вооружение», когда ты тет-а-тет говоришь с представителем того и ныльного государства, играет довольно весомую роль. Кроме, как мы понимаем, и побед вооруженных сил Украины на поле боя. Каким образом? Фигура господина Залужного. Да, тут, наверное, немного отойдем от того интервью, который дал главком ВСУ еще в этом году, начале этого года. И конкретно его фигура. Ведь «Паймс», помните, его величали как одного из главных военачальников современности вообще. Наверное, такая фигура имеет место, влияние на процесс передачи, либо же даже переговоров о передаче вооружения. Украинская власть играет в командную игру. И каждый выполняет в дипломатической работе свою работу. То есть Зеленский договаривается стратегически и принципиально о политических решениях. И вот именно он, как бы так мягко сказать, переубедил, допустим, колеблющихся руководителей Германии, которые в начале войны максимум могли давать бронежилеты. И то с самовывозом сейчас уже давно дают тяжелое вооружение. Что касается других сотрудников, то, скажем, министр Резников работает в формате «Рамштайн», где он уже проводит координационные встречи о том, кто, сколько, когда может поставить. У Валерия Залужного отличные рабочие отношения. Мы это видим неоднократно с его коллегами, собственно, с генералами. С генералом Милли, руководителем Объединенного комитета начальников штабов США. И они говорят, как профессионал с профессионалом, о том, какое оружие более востребовано, а в особенностях тактики его применения. Потому что только военные смогут дать оценку, что нам нужнее, какое количество вооружения нам нужно. То есть они формируют заказ. Они во многом коммуницируют по поводу этого заказа с своими коллегами и генералами. А потом уже политики вступают в силу, то есть тяжелая террерия. Сегодня Зеленский работает в Италии, завтра он работает в Германии. И вопрос получения новых видов вооружения всегда в его повестке одним из самых первых. Говорим, да, спасибо нашим гостям. Я напомню, что Виктор Ягун был с нами на связи. Спасибо вам огромное, военный общественный деятель, генерал-майор запаса службы безопасности Украины, экс-заместитель председателя украинской СБУ. А также с нами был на связи Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра политика.